Сейчас я вам хочу рассказать о нашем коммерческом приложении Matching для развития внешних тян. Итак, начнем с названия. Мы создали приложение Edomatchan для новых знакомств не только по внешности, но и по интеллекту. По целям приложения можно выделить такие. Это организация площадки для создателя образовательного контента, это и помощь в поиске знакомств, это и помощь в поиске единомышленников, саморазвитие с помощью курсов, а также исследование новых научных направлений. Как же это работает? Сначала мы представим вам хорошо зарекомендованную у себя технологию Matching, которая уже использует много известных приложений, таких как OkCupid, Badoo, Tinder и знакомств ВК. Этот Matching позволит создать хорошие условия для максимального сходства между дняшными тянками и правильного поиска новых знакомств. Также в нашем приложении будет часть саморазвития, в которой дняшные тянки могут находить большой ассортимент хороших курсов от хороших спонсоров, таких как Skyeng, Coursera, Geekbrains, Яндекс.Практики. В нашем приложении будет присутствовать и коммерция, и мы можем выделить 4 способа заработка, такие как платные курсы, коллаборации с учебными платформами и покупки в приложении, ну и, конечно же, реклама. Также возможна коммерческая деятельность для рекрутинга, где будут находиться хорошие кадры с высоким уровнем Edo. Итак, Богдан мне упомянул одну самую главную вещь. В нашем приложении будет выделен так называемый уровень Edo. Уровень Edo – это универсальный показатель, основанный на подборе при помощи нейросетевых технологий, который позволяет выделить среди няшных тяночек их уровень и мэтчить их таким образом, чтобы им было интересно друг с другом общаться по тем тематикам, которые им же опять интересны. То есть, если няшная тяночка интересуется биологией, то ей будут подбрасывать тех людей, с которыми им будет интересно общаться. Ну и самое главное – те самые логотипы, которые вы сейчас видите на экране – Skyeng или Geekbrains – это наши потенциальные партнеры, с которыми сейчас планируется устроить коллаборацию для того, чтобы у нас были потенциальные курсы, которые могут проходить пользователи нашего сервиса и подбирать друг другу других пользователей, с которыми им будет интересно общаться. Основная идея нашего приложения была вышеизвожена, поэтому мы готовы ответить на ваши вопросы. Вопрос. Будет ли у вас антифрод-система, антифрод-система, которая позволит отделить интеллектуальную няшную тянь от псевдоинтеллектуальной няшной тян? Конечно, такая технология впоследствии планируется, однако создание ее на данный момент не настолько очевидно, поскольку я не уверен, что такая задача решалась в области, скажем так, интеллектуальных систем в принципе, поэтому нам понадобится провести небольшое исследование. Возможно, на почве этого будет написано несколько диссертаций, но, разумеется, впоследствии это планируется. Последнее замечание. Было бы очень здорово вам включить копчу. Я видел такие прекрасные копчи, когда нужно решить интеграл, чтобы войти. Что-нибудь такое, чтобы перед тем, как войти в приложение, нужно пройти маленький такой отбор. Спасибо. Да, конечно, в наш сервис попадали только те потенциальные пользователи, которые могут и должны им пользоваться. Спасибо за совет, мы обязательно им воспользуемся и, возможно, постараемся это внедрить. Привет. Есть вопрос. В последние десятилетия наблюдается жесткое давление со стороны 2D-тян в сторону 3D-тян. Вот вопрос, будет ли это как-то регулироваться в вашем приложении и не почувствует ли себя ущемленными тян из четырехмерного измерения? Понимаете, у нас все-таки общество довольно-таки толерантное, поэтому нам, в общем-то, не важно, сколько измерений у нашей потенциальной целевой аудитории, поэтому интересы и 2D, и 3D, и 4D, и даже любых других многоизмерных тян, я думаю, будут учтены. Спасибо за внимание.